привет ребята с вами каиса я продолжаю проходить resident evil 0 gamecube версию русскую фанатскую версию от russian studio video 7 и прошел я в прошлой серии церковь одолел босса и пришла пора спускаться на лифте на лифте вниз а точно забыл я про смену диска опять что у меня второй час диск они первые уже вы входите в сумасшедший мир так ленточку я тут оставлять не намерен так что у меня из оружия тут есть гранатомётик гранатомётик ладно пойду спускаться пока без билли туда вниз схожу на разведочку здесь по-моему в какой-то момент появится зомби но не сейчас ладно спускаемся а стоп там этот крюк ездят этот крюк ладно пока не будем его брать просто спустимся вниз так надо кстати проверить запись так уверенно играю так ну чтож продолжаем все в порядке записью куда я попал вы видите лестницу которая ведет наверх но она обрушилась и ею нельзя воспользоваться вот она как а с этой стороны что непонятно стена да тут стена и дверках ничего не остается как пойти вот сюда дверь так что тут так полезного имеется на книжных полках полный бардак кто-то определенно тут что-то искал кстати вот еще ленточка есть это здорово так ну ленту уже можно выкинуть здесь оставить это простой лифт для транспортировки похоже он соединен с операционной полки заставлены книгами по ботанике так записка тут есть дневник Маркуса 2 страница отсутствует вероятность угрозы невелика но я поместил своих малышей в специальную капсулу держать ее при себе довольно опасно поэтому я решил оставить ее здесь хочешь спрятать листок отнеси его в лес открыть капсулу можно только с помощью специального разделительного вещества лакеи спенсера ни за что не догадаются как это сделать графин для воды естественно он пустой набор коллекционных пластин они настолько пыльные что рисунок почти не видно так а тут валяется тело которое позже встанет надо иметь ввиду так и тут у нас есть на этой полке полно книг о вирусах название совершенно вам не знакомо и тут у нас кое-что имеется так вообще в идеале надо бы перетащить сюда все предметы а вот в эту комнату вот в эту комнату и 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 давайте возьмем так били у тебя что а у тебя красная трава есть кстати ценная вещь давайте обменяем дадим били вот от дробовика себе возьмем красную траву так что можно еще забрать что у нас про есть а это уже там это в лаборатории погодите учебный центр а где же я оставлял остальные то предметы мои я я разве все забирала не может быть там же синие травы я хочу взять немного синих трав ну наверно другой пистолет тоже лучше взять потому что возможно придется стрелять и били тоже так возьму я синюю траву так били а ты давай ищи пистолет сколько места убили одно место есть еще что еще взять здесь а это учебный центр все патроны для магнума вот патроны для магнума я возьму пожалуй а две синие травы пускай тогда тут и останутся в принципе нет такой большой на набор синих трав так ну чтож ну чтож бежим тогда на лифт будем били тоже спускать туда так здесь мы все забрали да да так допустим я били оставлю вот в этом коридоре пока что так так допустим он пока останется здесь да жалко но у меня нету бутылок совсем так гарантомет да а я кстати не знаю все как скоро он понадобится так допустим оставлю траву здесь синюю допустим зеленую я найду траву хотя ладно пока не нашел что я буду с собой таскать что я буду с собой таскать что я буду с собой таскать так окей выложу базуку возьму свои орудия пистолет дробовик пистолет дробовик так ахилку тоже надо взять какую-то без хилки сможем протянуть сомневаюсь я так а что у били есть били есть шесть вот этих канистр ну ладно в принципе пока не нужен я даже не знаю что из этого можно выложить не ну я могу пистолет конечно выложить пока что что-то как-то странно будет ладно попробуем рискнем во-первых сохранюсь еще конечно еще раз кто-то потому что должен полезть наверх а кто-то остаться здесь я отправлю наверх выбрать нету выбросим а в операционную что-то нам можно будет отправить так ну допустим я возьму дробаш допустим я возьму дробаш вот эту штуку этот трос чертов так куда я попадаю сквозь дыру в полу вы видите нижний этаж но спускаться вниз таким способом опасно давайте выбросим это греха так тут есть записка дневник заведующего лаборатории сегодня директор маркус попросил меня сменить пароль входа на платформу когда я спросил его откуда этот пароль он сказал что взял его из антропометрических записей своих детей однако директор не доверяет людям он не женат какие тут могут быть дети что он имел ввиду в банках находятся какие-то внутренние органы еще канистра канистра это здорово полки забиты капсулами и различными образцами компьютер он не включился когда вы нажали на кнопку питания так интересно сколько тебе надо стрелять чтоб ты сдох чтоб следы сдохнуть ах ты Охренеть! Ему вообще по хрену! Что же он такой, такой живучий? И это, на бок с Тёмку мне надо везти вечером. То есть завтра... С работы я востоке, за рамой я не смогу прийти, потому... Так, ну что ж... Есть у меня вариант попробовать взять с собой тогда... Гранатомёт. Правда там всего лишь 4 гранаты. Да и то они кислотные. Этой хрени... Что толку я в неё стреляю с дробаша? Ей по-моему вообще поливать. Так, ну тогда... Если я возьму с собой гранатомёт... То тогда я и спрей с собой заберу. Нет. Так, ну и пистолет возьму тогда. Попробую. Посмотрим, что из этого выйдет. Сразу побегу тогда к нему. Терять мне нечего. Ага, 4 гранаты, да? Нормально. Гранатомёт отстреляли. Это отстреляли. Всё. У нас ничего не осталось практически. Ай, и появились ещё пиявки здесь. Теперь. Так, я хотел посмотреть. На полках огромное количество химикатов. Этикетки настолько грязные, что невозможно понять, что внутри. О, кстати говоря, тут бутылки. Поздно. Игра поздно. Окей, 3 коктейля сделали. А тут что? Коллекция образцов пиявок. Нажать на кнопку? Да. Одна из капсул светится. Так, и мы взяли капсулу с пиявкой. Отвали нахрен. Так, больше тут ничего нету. Капсула с пиявкой. Капсула содержит образец пиявки. Крышка закручена намертво. Похоже, она закрыта с помощью какого-то материала. В капсулах содержатся человеческие особи. На лицах застыл ужас и страдания. Нет, не будем мы пока ничего брать больше. Полки забиты капсулами различных. Полки забиты. О, кстати, верхняя часть статуи разбита в дребезги. Кстати, карта есть. Лаборатории. Ну что ж, пойдем отсюда. Так, вот тут есть кнопка. Мы ее пока не будем нажимать. Взглянув вниз, вы можете заметить ступеньки лестницы. Здесь слишком опасно спускаться вниз. Так, здесь закрыто вообще. А здесь что? Здесь открыто. А, здесь у нас, собственно говоря, это место общее потом встанет. Где фуникулер у нас. Так, дверь закрыта. Вы не можете открыть ее. Понятно. Это верхний этаж вот этого помещения. Так, еще бутылки есть. Так, если бы я знал, я бы тогда, наверное, не тратил кислотные гранаты. Если бы я знал. Так, здесь есть лента еще. Все. Прыгать отсюда слишком опасно. Угу. Так, давайте я оставлю здесь вот это вот. Вот это вот. Оно мне как-то сейчас совсем ни к чему. Так, интересно, я гранаты-то найду? В этой игре. Так, есть еще одна дверь. Вот она. Так, а сюда, кстати, ножичек бы, наверное, не помешал бы. Так. Ножичек. Да. Он может укусить прямо сейчас. Так, что мы сделаем тогда? Переключим на Билли. Билли пойдет и... На лифте. Дробовик. Интересно, а дробовик можно отправить? Вот у меня есть вот этот, в принципе, дробовик. А, кстати, канистры тоже есть у Билли. Можно объединить. А вдруг нельзя отправить дробовик? Все-таки слишком много места занимает. Да это слишком крупный предмет, вы не можете поместить его в лифт. Да, пипец. И что делать? Ну, отправь нож пока. Что мне делать, как мне быть? Так, ну-ка, зайдем сюда. Тут, по-моему, зомби как раз. Так, ну... Возьму пока нож. Ну да, идут, идут зомби. Мне бы патроны бы раздобыть для пистолета. Хотя бы. Потому что я не уверен, что мне удастся. Зомбак живой. Вполне себе живой. Стол заставлен различными лабораторными приборами. Похоже, ими нередко пользовались. А тут записка есть. Записи о выращивании пиявок. 3 февраля 1978 год. Я начал с введения прародителя 4 подопытным пиявкам. Они выживают в основном за счет охоты, паразитирования и размножения. Такой набор инстинктов как нельзя лучше подходит для биоорганического оружия. Какое-то время они пребывали в агонии, но вскоре успокоились. В дальнейшем не наблюдалось каких-либо значительных изменений. 10 февраля. С момента введения вируса прошло 7 дней. Появились первые признаки трансформации. Длина пиявок увеличилась вдвое. Они успешно отложили яйца, численность которых также удвоилась. Однако вследствие аномального аппетита среди пиявок возник каннибализм. Я лишился двух особей, стремясь накормить их. 7 марта. Я решил подать им живую пищу. При этом половина пиявок погибла от сопротивления жертвы. Однако пиявки совершенствуют свою тактику нападения, постепенно переходят от индивидуальной формы существования к колониальной. Кроме того, они полностью отказались от каннибализма. Столь поразительная эволюция превосходит мои ожидания. 22 апреля 1978 год. Пиявки отказались от индивидуального поведения во всем кроме охоты и начали действовать в каком-то смысле как коллективная общность. Я дал им пищу, и они атаковали ее с поразительной эффективностью. 30 апреля. Похоже, кто-то из сотрудников заметил мои опыты. Что если попробовать людей в качестве пищи? Интересно, как отреагируют пиявки? 3 июня. Сегодня прекрасный день. Пиявки начали копировать мою внешность. Они видят во мне отца. Мои прекрасные детки. Я вас никому не отдам. Стол заставлен. Похоже, ими нередко пользуюсь. Так, ну тут понятно. Дверь закрыта, кстати. Камера заполнена ядовитым газом. Включена защитная блокировка. Кажется, это устройство обеспечивает подачу газа в соседнюю комнату. В данный момент оно пустое. Плюс еще баллон есть. Еще один зомбак валяется. Так, ну мне не выжить с пистолетом с одним против толпы-то. Как быть? У меня, конечно, есть коктейли. Ну, ими разве удивишь зомбаков? Хотя, может, и удивишь. Тварик! Так, один сдох. Еще один сдох. Восемь патронов у меня осталось. Давай, вставай, сволочь. Так, ну, вроде как-то выжил. Полки заставлены различными препаратами. Скорее всего, токсинами. Все бирки с названиями сорваны. Так, тут что-то есть. Нет? А, вот тут есть спрей. Операционный стол опрокинут. Похоже, кто-то сделал это совсем недавно. Да, и тут есть спрей первой помощи. Спрей это прекрасно. Дверь украшена бюстом Маркуса. В основании есть отверстие, куда можно вставить какой-то предмет. Так, здесь баллон. Старая мойка вся в ржавчине. К тому же, она очень грязная. Зеленый баллон. У вас уже есть зеленый химикат. На операционном столе лежит что-то странное. Вот еще одна записка. Доклад эксперта 1. Совместно с президентом Спенсером доктор Маркус основал корпорацию Амбрелла. Исчез 10 лет назад. Результаты его исследований все это время держались в тайне. Но здесь, в учебном центре, которым руководил доктор Маркус, стало понятно, почему. Точнее, не в самом здании, а в его подземной части. Все прояснилось только, когда мы спустились вниз. Так мы нашли доказательства, подтверждающие, что доктор Маркус занимался исследованием прототипа Т-вируса под названием прародитель. Неопровержимые факты многолетних экспериментов, в которых роль подопытных исполняли сотрудники компании. Точное число испытуемых нам неизвестно, но судя по имеющимся у нас сведениям, таких было не менее 20 человек. Некоторых из них использовали намеренно с целью защиты секретов компании. Не знаю, где находится доктор сейчас, но учитывая недавний скачок в развитии Амбреллы, мне трудно представить, что такие исследования ведутся до сих пор. Нет, его эксперимент жив и продолжает развиваться в этой кромешной тьме. Эти создания – плоды его исследований. Ими кишит весь комплекс. Остальные страницы отсутствуют. Так. Что передать можно Билли? Я ему тогда коктейли отправлю. Молотова. Они ему пригодятся. Так. Не очнулся ли здесь зомбак? Кстати, патроны для Магнума можно выкинуть. Пока что. Очнулся зомбак. Ну иди сюда, дорогой. Ладно, повоюем за Билли. Немного. Живучий падла оказался. Два выстрела выдержал. Надо же. Так. Так, ну ладно. Собираем коктейли. Так, я Ребекке отправлю, пожалуй, эту. Тогда эту штуку. Как его? Канистру. А это слишком крупный предмет. Вы не сможете поместить его в лифт, да? Так. Ну ладно. Надо же. Нельзя канистру отправить. Так. Так я положу ее пока тут-то. Так. Может аптечку отправить Билли? Хотя... Билли, в принципе, крепкий. Но все равно. Лучше отправить. Один спрей. Один спрей. Берем спрей. Так. Ну, наверное, пистолет можно сбросить мне пока тоже. Все равно патронов нету. Так, оставить Билли здесь. На изготовку. А самому пойти... Самому пойти открыть вот этот занавес. Ох, не знаю. Ну, нажимаем на кнопку. Так. Сдох, падла. Сдох, сволочь. И пиявки, кстати, исчезли. На картине изображена девушка в объятиях демона. А на этой... А на этой ничего не говорит. О, кстати, тут есть красный этот. Похоже на какой-то химикат. Вам нужен контейнер, чтобы взять его. Здесь у нас дверь. Здесь есть устройство для набора шифра. Но без пропавшей детали его невозможно использовать. О, кстати, вы гляньте, тут еще и трава есть. Это статуя женщины. Кажется, ее взгляд устремлен на дверь. Еще одна закрытая дверь. Так, а что не хватает? Я не пойму. Не нужно нажимать на нее еще раз. Здесь закрыто. А где же эту деталь мне взять? Капсулу с пиявкой. Вот. Может, она мне нужна? А, стоп. Я понял. Где у нас красный баллон был? Здесь или там? Наверное, здесь. Зеленый мне баллон уже не нужен. А вот красный, ну, нужен как раз баллон. Нет, не здесь он был. Где-то в другой комнате тогда. А, я понял, где он был. Так, и у меня патронов вообще нету практически. Билли, конечно, может мне хилки принести, чтобы я мог подлечиться. Потому что если тут сейчас станет зомбак, это будет не очень хорошо. Нет, он пока не встанет. Зеленый химикат уже есть в наборе для смешивания. Добавить химикат. В результате смешивания красного и зеленого химиката получилось стерилизующее вещество. Вот. Давайте его осмотрим. Стерилизующее вещество может растворить множество видов материалов. А теперь вот это стерилизующее вещество смешаем с капсулой для пиявок. И мы получаем синий талисман. Вот этот талисман специально сделанный в форме пиявки. Нужно отправить билли. Да, у Рыбеки тут и так будут проблемы. И все. Так, билли, ну что ж, пошли искать. Где у нас лифт этот был? Так, место у меня есть еще, окей. Берем синий талисман. Если я не ошибаюсь, то так и должно оно быть. Сюда синий, а туда надо еще зеленый найти. Ну-ка. Ну да, тут у нас синяя дверь. Вставляем. Талисман. И дверь открылась. И замок разблокировали. Так, ну что ж, заходим в эту синюю дверку. Огромная картина висит на стене. Название гласит «Женщина в объятиях мертвеца». Так, входная катушка здесь у нас есть. Берем. Тут есть что-то еще. Фотография. На обороте что-то написано. Джеймсу. 1939 год. Празднование твоего выпускного. Не Сандерлинду, случайно. Джеймсу. Хе. Опа. Счастливая возраста, этот парень может быть Маркоса. Или сын. А, я, кстати, забыл про вот эту кат-сцену. За Рыбеку была бы другая, конечно, кат-сцен. Так, а что тут есть еще? Красивая комната. О-о-о. Вот это вот для Рыбеки подарочек. Чисто для Рыбеки. Потому что она и так осталась без патронов. Камин не горит. Кажется, им не пользовались очень давно. Так, а если зажигалку использовать? Нет. Нет смысла. Аквариум красивый. Загадочные объекты плавают в воде. Так, а все же, что это мы такое нашли? Входная катушка. Нужна для того, чтобы запустить монорельс. Так, а здесь что у нас? А здесь у нас зомби. Хедшот ему поставим. Вот так вот. Так, а что ты? Второй. Не встал. О, встал. Ты смотри, надо же. Тоже хедшот. Вот так вот. Вам всем. Эта картина состоит из четырех различных полотен. По-моему, в ней нет ничего особенного. Эта ваза отлично смотрится, несмотря на несколько царапин. Так, и здесь есть зеленая пиявка. Вы не можете взять, да? Сейчас возьмем. Множество дорогих предметов искусства. Почему-то от одного взгляда на них у меня мурашки по коже. Так, Билли, что будем делать? Выкидывать что-то жалко. Ладно. Потом я сюда вернусь, тогда. Пойду, Ребекки. Отошлю патроны. Тридцаточка все-таки. Не повредит. У Билли, похоже, вообще врагов больше не будет. Так, ну-ка, давай, патроны. И схожу за пиявкой, конечно же. А вот эту катушку входную, я не помню. Стоит ли передавать сейчас ее, Ребекки. Шикарное место, конечно, ничего не скажешь. Вообще, Резидент Элзера классная часть, как и ремейк. Дверь, это, блин, это высота, Резика. Аутбрейки я не играл сам лично. Да, там локации тоже красивые. Посмотреть есть на что. Но сам геймплей мне не очень там нравится. Все-таки игра рассчитана более на сетевую игру, чем на одиночную. Так, зеленый талисман. Зеленый талисман специально сделан в форме пиявки. Так, тут больше же ничего у нас нету. Вроде больше ничего нету. Так, а вот эта дверь, по-моему, она ведет как раз на первый этаж того этого, какого, монорельса. Так, Ребекка. А ну-ка, получи-ка, патроны. В Ребекке еще будут проблемы. Ой, проблемы-то серьезные. Там охотники будут. Как с ними воевать, я даже не знаю. С помощью пистолета, особенно. Так, ну что ж. Давайте передадим ей пиявку тогда. Зелененькую. Мы пока никак не можем воссоединиться. Берем зеленую пиявку. Так, ну что ж. Попробуем открыть дверь. Но я не помню, что там за дверью. Куда это ведет? Вот не помню совсем. Морг. Ты где? Ползет зомби тут, блин? Ползающий. Паразит. Ну где ты тут? Ползешь? Ползет. Можно ли как-нибудь обмануть? Нет, никак. Не получилось его обмануть. Он меня укусил. Ну ладно, жрем спрей. Что делать? Надо было его заранее пытаться резать. Ноги трупа источают вонь. Остальные части тела опознаются с большим трудом. Похоже, эти камеры используют для хранения трупов. Изнутри доносится ужасный запах. Так, вот еще одно тело. Ох, оно живое, кстати. И голову еще крутит. Ну-ка, давай-ка мы тебя... Блин, оно же живое. Я хочу тебя залезать. Ты мне мешаешь. Охренел совсем. Так, а тут что-то лежит. Тут что-то лежит. Как раз то, что нам нужно. Стерилизующее вещество. Погоди, это... Это разве оно? Небольшое устройство жидкости для противовирусной обработки помещений. А что тут есть еще? Тело в мешке для трупов. Ощущения подсказывают вам, что оно лежит там не целиком. Так, ну ладно, пошли отсюда. Мне как раз вот эта штука сейчас нужна. Так, а зомбари будут вставать сейчас, нет? Или он не сейчас будет вставать? Так, ну вставляем эту штуку. А, нужно открыть крышку сперва. Окей. Вставляем. Так, и что теперь надо запустить, да? А, тут еще одно тело валяется. То есть два зомби будут, похоже. Так, встаем, нет? Или этот будет на выходе вставать? Колба наполнена свежей биоорганической жидкостью. Все оборудование полноценно функционирует. Так, он встал. Ох, хэдшот сработал. Этот лег. Куда ты стреляешь? Готов. Надо же. Надо же, он готов. Да, я знал, что он встанет. Поэтому... Так, а здесь у нас лежит... Ключ питомника. О-о-о-о. Похоже, это устройство заполняет комнату газом. Наверняка, это устройство откачивает газ из камеры. Стол заставлен различными лабораторными приборами. Похоже, ими нередко пользовались. да питомник это такое место конечно я его открыл кажется ключ вам больше нужно выбрасывать так билле надо выручать рыбаку как-то а как летучишь как-то тут ее выручишь пойду в возьму конечно две травы травы то я и передам допустим по лифту с охотниками сражаться с пистолетом это не вариант совсем так ну что ж передаем рыбаки травку муравушку так да надо сюда до добежать от охотников я явно буду линять я боюсь представить даже там два охотника будет и стрелять их них из пистолета это смерти подобно а гранат мне так и не дали берем зеленую траву отправим за 1 красную траву тоже ну давай давай побыстрее били конечно да глупо я наверно сделал 4 кислоты как раз на охотников прям вот было бы здорово но сложилось так что истратил я истратил я на этого личмана всю кислоту свою окей сделали себе смесь еще заодно давайте спрей тоже отправим рыбаки или все-таки крепкий ему вряд ли нужно будет настолько забирай все себе рыбака все для тебя так ну нож мне вряд ли понадобится в ближайшем обозримом будущем так пойду-ка я сохранюся да благо лент до хрена охотников можно будет потом убить и осмотреть помещение так берем ленту и сохраняемся машинный зал понятно понятно ну машинный зал так машинный зал нам какая разница нам хоть машинный зал хоть какой зал так ну заходим в это место ужасно питомник сломанные клетки оставили составлены в ряд судя по всему решетки были взломаны изнутри клетка клетка сильно проржавела на полу виден сгусток свернувшейся крови так вы видите да это так на полу записка есть отвалитель отвалитель так мне удалось взять циферблат ну это было нелегко это было нелегко скажу я вам я спел циферблат похоже на наборный диск который обычно встречается в сейфах так и этот циферблат надо отправить билли отправить что нибудь в библиотеку конечно циферблат так пойду ка я в безопасное место лучше встану а безопасное место у нас одно вот здесь вот так переключаемся на билли и берем вот эту штуку циферблат так надо дробаш поднять правда мою двустволочку охотничьи так я надеюсь тут никто не зареспавнился в этом то коридоре да вроде бы нет так вставляем сюда циферблат устройство снова работает ввести комбинацию нет надо сначала прочитать еще раз записку 4 я начал сведение про родителей 4 дальше удвоилось значит 8 4 8 лишился 2 4 8 6 половина 3 4 8 6 3 а нет стоп я неправильно прочитал первое число 4 второе число 8 третье число 6 четвертое число 3 все дверь открылась разблокирована ну выходим похожие двери ворнинг вон открывается воркет 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 я воркет 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 так замечательно мы вышли к монорельсу а кстати здесь можно залезть с помощью крюка наверх так а как нам в соединиться вот вот у нас кажется что то есть здесь есть рубинка пустить не пока не будем я хочу просто подбежать к монорельсу посмотреть подняться по лестнице а смысл похоже он полностью обесточен так а смысл подниматься по лестнице и куда это я попаду и куда это я попаду забавное место прыгать отсюда слишком опасно ну-ка дайте-ка ради 2 раненых идиота прыгать отсюда слишком опасно не сейчас убили надо чуть-чуть поровнее поставить забавно кстати нет что-то как-то далековато сейчас а сейчас как-то нет сейчас он как-то неровно стоит он вот так вот вроде их разлука ты разлука ну что ж кстати а если я тут буду рыбаку ставить если я тут оставлю как она переместиться все а ну в принципе не должно нормально спокойно переместиться опускаем рубильник лесенка двигается двигается вправо и все мы можем встретиться ура о кстати тут что то есть тут что то есть важное входная катушка посмотрите на добро нужно для того чтобы запустить монорельс поднимаемся к рыбеке и вот мы и встретились так я хочу рыбаке отдать вот эту штуку ружье и патроны тоже дать ей ну что можно теперь я и отомстить пойти тем охотником заодно прочитать там записку биле а ты давай сохрани прогресс прогрессе конечно я трачу ленты согласен все равно много так надеюсь я не сдохну хотя охотник может быстро меня вшатать он уже в агрессивном состоянии тут был ах ты надо же я уцепел а вот сейчас я не уверен что я уцелею хотя нет еще нормальное состояние все что ли ты че жив охренеть все готов ух двоих охотников порешили но зато можем посмотреть это место что же тут такого было тут была записка вот доклад обоо в предыдущих исследованиях вирус прародитель вводился непосредственно в организм но проблема была не только в резких клеточных изменениях уничтожавших первичную ткань стало очевидно что такой подход совершенно неприемлем с точки зрения управляемости оружия следует отметить что для обеспечения дальнейшего развития организма необходимо работать над улучшением межклеточных связей пытаясь найти решение я провел ряд экспериментов это мой доклад насекомые существуя с древних времен эти организмы зашли в частично эволюционный тупик своего развития даже после введения вируса прародителя единственные видимые изменения проявлялись только в гигантском размере и избытке энергии в текущем состоянии практически невозможно использовать их в качестве БОО земноводные странно, но после введения лягушки вируса прародителя увеличился ее язык, а также сила прыжка при этом полностью отсутствовали какие-либо изменения в области интеллекта ее животные инстинкты резко усилились после чего она стала хватать все что движется ее недостатки в качестве БОО вполне очевидны млекопитающие вирус прародитель вводился в клетки обезьяны и его гены попадали в оплодотворенную яйцеклетку в результате новорожденная особь демонстрировала повышенную агрессивность замечено также некоторое развитие интеллекта при этом наблюдался побочный эффект снижение зрения и обострение слуха в результате ответной реакции так или иначе приматы не соответствуют требованиям БОО к тому же без экспериментов на основе человеческого организма вряд ли стоит ждать дальнейших успехов железная решетка разорвана в клочья кто бы это ни сделал он был чертовски сильным это точно клетка сильно проржавен на полу виден сгусток свернувшейся крови клетка размером с чем интересно кого они там держали так ну что ж можно уходить тогда отсюда так надо все перетащить перетащить все по возможности можно сбили кстати сбегать так давайте оставим здесь все что у нас есть так Билли что у тебя есть Билли есть лента есть патроны 8 штук кстати патроны могу ли я тут оставить не могу нету места уже видим так ну посмотрим а у нас что-то было на этом этаже интересно да что то есть в п-1 у нас и в п-2 у нас полно вещей так ну пошли Билли пошли вроде бояться нечего так вроде здесь у нас да что-то было гранатомет у меня тут был а пиявки тут интересно или уже исчезли по-моему они уже исчезли так берем крюк гранатомет все да по моему больше тут ничего и не было ну да больше тут ничего и нету окей кстати вот это вообще покраснело в капсулах садишь человеческого на лицах застыл ужас и страдания так теперь на первый этаж нам надо на первый этаж билли идешь так билли дай мне вот эти штуки вот эти штуки они нам понадобятся хотя ладно пускай пока убили я один схожу вниз так ну допустим гранатомет здесь пока патронов все равно нет так а вот здесь мы по моему чуть ли не в последний раз что ли в игре используем вот эту штуку можно забраться наверх вот так вот что тут у нас такого о кстати патроны для дробовика есть у нас тут прыгать отсюда слишком опасно это логично так что еще тут у нас есть устройство регулирующее входное и выходное напряжение вы можете использовать его для запуска монорельса вот сюда надо вставить и то и другое так все что ли больше ничего нету больше похоже ничего нет вы открыли дверь замечательно дверь открыта так я все же сбегаю за вещами за вещами оставленными так ну выбрасываем крюк надеюсь тут никого нету кстати а зачем мне вот это опять красный порошок засыпать красный химикат хм зачем нам это надо не знаю так а здесь у нас что все остальное так ну давайте будем перетаскивать что ли потихонечку так да дробовик канистра патроны для магнума есть еще место есть еще одно место красная трава так сказать поближе не знаю зачем я это пустой дробовик все таскают таскаю с собой если я им вообще почти не пользуюсь сделал выбор в пользу двухстволки своей так патроны для магнума тоже наверное лучше оставить пока здесь канистру тоже так ну и пойдешь заберу синюю траву и ленту синюю траву и ленту так ну забираем синяя трава лента кажется все да а нет еще пистолет ну окей пустой пистолет теперь точно все так убили желательно сейчас вообще все забрать потому что били пропадет потом синяя трава красная трава красная трава без зеленый смысл сама по себе она бесполезна так что выкину я ее пока поднимаемся по лесенке поднимаемся по лесенке так давайте объединим ленту сколько сколько у нас всего ленты 7 штук круто так сколько у нас патронов будет вот сейчас вот 9 9 так берем дробовик наш охотничий берем наш пистолет так кстати убили по моему вроде патроны были немного 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 было да так ленту можно пока выкинуть что тут было еще лекарство да так били дай мне чего-нибудь подставлю это в эту штуку так вставляем устройство регулирующий входной и выходной здесь не хватает выходной катушки так но она есть убили мы ее сейчас заберем конечно выходная катушка вставляем подали питание к монорельсу монорельс активирован так ну вроде я в любом случае не смогу уйти без билли так это я конечно себе забираю все не могу взять уже даже места нет по моему я не смогу туда уйти без билли слишком опасно идти одному вот что игра говорит вот что игра говорит так ну пять патронов пистолета мне конечно погода не сделают я лучше спрей возьму в таком случае так ну убили не будет ничего тогда да там будет хрень опять это хрень будет ползучая ладно может быть в другой серии тогда или нет хотя ладно давайте рискнем попробуем даже без сохранения даже без сохранения так ну вот мы попробуем пойти вдвоем и смотрим что будет обезьяна сперла билли обезьяна сперла билли так мы можем подняться по лестнице и сохраниться теперь теоретически можем почему нет а монорельса обесточен опять что же там случилось давайте посмотрим пиявки посмотрите на них а пиявки здесь все подавили и вынули и все повынимали ну да дави ты ее еще одна вот все всех подавили они вынули выходную катушку охренеть можно ну вставляем ее заново и снова активировали монорельс таким вот движением так так я хочу сохраниться давайте перезапишем вот это сохранение попробуем попробуем дать бой этой штуке насколько это получится у нас о не 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 пять патронов мне погода не сделают лучше пистолет возьми как вот она близко сейчас будет ко мне интересно она очень близко она очень близко а а очень близко а очень близко а а а а сволочь ты все здоровье опасное уже а а а а а а а не а а а Вот так, перезарядочка. Ну давай. Ты с полочкой, конечно, а? Вы посмотрите на эту срань господня. Она еще живая. А я уже без аптечек. Ух, она меня еще задела. Ну охренеть можно. Не, ужасно, надо переиграть. Так не пойдет. Столько патронов выпустить. Ну что-то дробаш совсем как-то он... Ненадежен. Хотя, по сути, зачем она мне нужна вообще? А с другой стороны, у меня тут вещи. Лучше один раз убить ее, чем она потом будет мешаться. Ну опять FPS, кстати, упал. Zero. Ни с того, ни с сего вот. Да. Ну продолжаем, что делать. Есть, конечно, вариант. В том фуникулерчике, фуникулерчике, должен быть магнум. Новое оружие. Твари. Ну-ка. Заходим в фуникулер. Вот, вот, товарищ магнум. Новое оружие. Desert Eagle, наверное, модель. Давайте его возьмем в руки. Посмотрим. Большой пистолет стреляет крупнокалиберными патронами магнум. Интересно, сколько надо из магнума по этой штуке. Чтобы она сдохла, тварь. Три патрона всему? Ты че, еще живое, что ли? Не пойму, оно живое, что ли, еще? Вот это мне круто досталось. Мда. Че делать? Оставлять? Очень круто мне досталось. Ну, ладно. Оставим тогда так, как оно есть. Так, а личинки исчезнут, кстати, если я перезайду. Ох, тварь-то. Поганая эта тварь. Так, ну ладно. Кушаем спрей. Берем патроны. Кстати, я пистолеты не брал, оказывается. Давайте сейчас его возьмем тогда. И патроны к нему. А хотя нет. Знаете, лучше к магнуму патроны. А где у нас патроны к магнуму? А, они внизу у нас. Так, ну я хотел проверить, исчезли ли пиявки. Это важно, потому что... Вроде бы исчезли. Ну, тогда хорошо, ладно. Так, вот патроны для магнума. Убираем их. Перезарядим наш магнум. А, хорошее у нас оружие теперь есть. Хорошее. И с чем мы пойдем дальше? Вот мне интересно. Мне правда очень интересно. Ну, это уже в следующей серии. Сейчас будут тогда сохраняться. Не, не буду переигрывать уже. Пусть будет, как оно будет. Так, где у нас лента? Вот она. Нет. Не возьмешь ты пистолет. Так, все, сохраняемся. На первый слот. Я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. И увидимся в следующих сериях. Пока-пока. Пока-пока.